Музыка 70 лет назад никому неизвестный парень из Казахстана совершил бессмертный подвиг. Он героически пронес символ победы. Ракамжан Кошкарбаев писал свое имя в историю, водрузив знамя Красной Армии на Рейхстаг. Комбат вызвал, говорит, вот Рейхстаг надо. Товарищ лейтенант, рекомендую вас. Вот мой заместитель попали в часть старший лейтенант Васильченко. Командир Батулем, правда, меня предупредил. Это не в приказном порядке. Желаете, идите. Не желаете, может, других посылать. Почему это сказано? Это потом я понял. Оказывается, это связано... Гарантия остаться живым абсолютно исключалась, оказывается. Редкие видеокадры из государственного архива. Спустя десятилетия Ракамжан Кошкарбаев рассказывает о взятии Рейхстага. Он признается, что шансов выжить практически не было. Вот хронология событий того исторического дня. В 11 часов Кошкарбаев и Булатов начали свой героический путь. Они добирались до Рейхстага по-пластунски. Спустя полчаса грянул очередной шквал вражеских атак. Расстояние в 350 метров бойцы преодолевали несколько часов. В 14 часов 25 минут лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов установили штурмовое знамя. Правда, я лично сам никогда не думал, что останусь живым. Вот это оставшееся 150 метров в лотной к этому подошли к Кошкарбу. На всякий случай я развернул угол, нижний угол. Булатов написал номер нашего подразделения 634-й стрелковый угол. И записали свою фамилию Кулак Кошкарбаев. Гриша, сидевший рядом со мной, был праведный товарищ к нам. Написали, что действительно нас убьют. И никто, знаете, будет помнить, как и откуда. Я сказал, нет, Гриша. Нам некогда умирать. Мы не должны умирать. Мы должны как-то любых обстоятельств доставить эту страшную, что мы можем на Африке их ставить. И при том надо добиться так, что первым дайте. Они справились с невыполнимой миссией и вернулись к своим, живыми, оставив развиваться на неприступном Рейхстаге штурмовое знамя. Красное полотно одухотворило солдат, и они с новыми силами ринулись в бой. Бесстрашный подвиг двух бойцов шел вразрез с видением советской власти, и долгие годы истина пылилась в архивах. Первыми знаменосцами назвали Контарию и Егорова. Флаг, который водрузили герои Советского Союза Контария, Егоров и Сиянов, это было официальное знамя номер пять, выданное штабом армии. Его установили уже вечером, 30 апреля, когда немцы сбежали, и наши солдаты находились в Рейхстаге. Для взятия Рейхстага специально приготовили девять официальных знамен, каждой дивизии по одному флагу. Однако первым появившимся знаменем советской армии на здании немецкого парламента стал полковой флаг. Дочь ветерана Алья вспоминает, что ее отец не считал свой поступок подвигом. Обещанные звания героев Советского Союза ни Кушкарбаев, ни Булатов не получили. Сегодня, спустя 70 лет, среди нас живы те, кто видел собственными глазами 20-летнего лейтенанта из Казахстана, молодого и бесстрашного на полях яростных сражений. «Меня не было с Ракимжаном, когда он устанавливал флаг. Тогда с ним был только один человек. Это Григорий Булатов. Лишь они двое сумели дойти. Когда солдаты увидели знамя, они с криками «Ура!» а наши уже в Рейхстаге рвались в бой. Двое смелых бойцов дали силы для штурма». В послевоенное время Ракимжан Кушкарбаев работал администратором гостиницы Алматы. По словам дочери, ее отец не любил говорить о фронтовых буднях и ужасах кровавых битв. По мнению ветерана, важнее жить с сегодняшним днем, чтить прошлое, но не жить им. «Из 30-80 лет из Рейхстага мы вышли всего 12 лет из моего сбора. Пока я буду жить, не забуду никогда подвиг этих моих боевых друзей». Фамилии «Тысячи солдат» живы в памяти поколений как дань глубокого уважения. Среди них незабвенно и имя 20-летнего парня из казахской степи, воздрузившего красное знамя над немецким Рейхстагом, автора бессмертного подвига. Субтитры создавал DimaTorzok